Звания сильнейших в Сибирском федеральном округе оспаривали более сотни пловцов. В Омске прошли соревнования Сибирского федерального округа, чемпионаты первенства на короткой воде. Спортсменом с поражением опорно-двигательного аппарата принял физкультурно-оздоровительный комплекс «Надианова». Слава Богу, что люди сильны духом и люди, которые готовы им помогать, находят в себе силу, время и возможности для того, чтобы начинать тренироваться, начинать совместную деятельность проводить, для того, чтобы приезжать в другие регионы, друг друга поддерживая тем самым. Мы только рады, как всегда, Омск гостеприимный город, наша область всегда с радостью приветствует всех делегатов, поэтому очень приятно, что в наш новый прекрасный спортивный комплекс, в наши славные традиции в этом виде спорта, в этом разделе этой подготовки именно лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сегодня такое большое представительство, будет интересно посмотреть, кто кажется сильней. Здесь участвуют спортсмены международного класса мастера спорта, то есть уже с опытом выступления на международных стартах, победители и призеры чемпионатов России. То есть состав сильный и конкуренция высокая. Градусы борьбы на водных дорожках добавил и тот приятный факт, что Паралимпийский комитет восстановлен в правах. А это значит, что наши спортсмены могут претендовать на участие в главных летних стартах четырехлетия в Токио-2020. Для этого пловцам нужно успешно выступать на международных стартах и зарабатывать очки в личном рейтинге. Я на самом деле очень обрадовалась этой новостью, так как рада за членов сборной России, нашей страны. Ну и буду тоже использовать все возможные шансы попасть на Паралимпийские игры. Пока что я плыву хорошо, улучшила, и я очень этому рада. Эти соревнования сейчас в преддверии чемпионата России по малой воде в Краснодаре, и по крайней мере эти результаты буду ориентироваться, как я проплыву уже на этом чемпионате России. Когда нас допустили условно, хоть и с 15 марта, стимул работать дальше, конечно, он увеличился за свой регион, за свою страну. Александру, самому титулованному нашему пловцу, на домашних соревнованиях удалось стать шестикратным чемпионом Сибири. Всего на счету омской команды 21 золотая, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Дома уже привычнее, как бы ни такой трясучки нету, это когда в другом городе, это уже другое как-то... Даже если маленькие соревнования в другом городе, это все равно как-то волнение есть, а дома уже не так сильно. Уже на носу скоро чемпионат мира, и еще надо поехать на классификацию, чтобы уже точно знать, что будет дальше. Старты в Омске являлись отборочными на чемпионат России по плаванию, который пройдет с 24 по 31 марта в Краснодарском крае.